И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик непосредственно будет связан с тем самым аккаунтом, на который я уже довольно длительный период времени не заходил, это Чупердейл, сегодня я покатал на нем, покатал в том самом режиме Джиггернаута, мне было очень интересно посмотреть что происходит там 16 на 16 в Джиггернауте на таких званиях, с кем вообще меня подпикивать будет, насколько сложно все это дело будет происходить И потратив порядка где-то полутора, может даже двух часов, мне получилось собрать три неплохих катки, которые я сегодня бы вам хотел бы показать, не сказать что это какие-то рекордные количества киллов, все-таки у меня был рекорд больше 100, это песок, да, все вы прекрасно наверное видели и знаете, кто смотрит давно видосы, тот точно должен был видеть эту катку Сегодня никаких определенных рекордов нету, но все равно есть что вам показать и в очередной раз доказать или показать вам, что даже на таком бригадире можно спокойно конкурировать с легендами, да, потому что сейчас диапазон званий уж чересчур сильно разбит, да Если вот сейчас я показываю вам последнюю каточку, да, которая у меня была сегодня записана, это пустыня максимально удобная и приятная карта, где меня подпикнуло с примерно моими званиями, да, и здесь я вообще думал, что у меня получится сделать рекордное количество киллов Но в связи с тем, что я сегодня имел таких каток где-то штук 5, может больше, да, где были хорошие карты, где у меня отлично там получалось сделать киллы И я пер, как всегда, вперед, рисковал, пушил противника и в итоге там, ну, жил там буквально минуты 2-3, да, набивал там 40-50 киллов, да, что было очень-очень хорошим показателем Но при этом я просто помирал, а в дальнейшем, как бы, если вы уже помираете, вы сами понимаете, что без джигернаута там уже этих киллов вы не дадите никогда Поэтому в этой катке у меня не получилось дать ту самую соточку, как я думаю, из-за осторожности Хотя начало катки было максимально великолепной, как вы видите, я прожал довольно выгодную для себя позицию, с которой можно отлично контролировать вражеские респы И практически каждые 4-5 секунд наносить по одной рельсе по одному киллу противнику, что является очень отличным показателем с точки зрения скорости набития киллов в матчмейкинге Но, как я уже сказал, через буквально где-то минуты 2, когда уже противник немножко либо там сменится, либо начнет вдуплять, что происходит на карте Меня начнут немножко поджимать, и я уже не стал там особо сильно так рисковать, как я рисковал в начале, да, то есть понятное дело, что можно было бы тут выбить и побольше Ну, а кто его знает? Начал бы я вот стоять бы на этой позиции дальше, да, там викинги бы нам прожимали бы овердрайвов, я бы просто-напросто ушел бы на респы и все И даже не набил бы того количества, которое я набил в этой катке, и тогда бы все печально для меня закончилось Что касаемо матчмейкинга 16 на 16 на средних званиях, то я могу сказать точно, что карт не такое большое количество, именно про джиггернаут и говорю Не знаю, что там с другими режимами, но в джиггернауте в, грубо говоря, полдень не было столь большого количества боев в данном режиме Соответственно, диапазон званий начинает разбрасываться, и если примерно должно меня бросать, да, то есть к моим званиям, то по итогу я получал катки Либо с капитанами, либо катки с полноценными фельдмаршалами, командорами, генусами, легендами, да Но и что с теми званиями, что с теми званиями, я бы не сказал, что я почувствовал какую-то сильную разницу Примерно все равно все выглядит одинаково, да, может быть на таких более приближенных званиях ко мне, да, то есть вот как вот эта вот пустыня Чуточку проще из-за того, что где-то выскакивает побольше ваншотов, но так в общем и целом я бы сказал, что нету такой уж большой разницы Между одним диапазоном и другим диапазоном, поэтому что меня кидает вверх, что кидает меня вниз Все равно примерно в общем и целом там получаем не особо сильную разницу Поэтому сильно можете там не зацикливать свое внимание на том, что если вы, например, условный там капитан вас бросает к бригадирам Ну может это конечно не самый лучший пример, да, но вот если как у меня, да, бригадир, который прокачан и меня закидывает там к фельдмаршалам То я сильно там эту разницу не чувствую Возможно если у вас не будет столь неплохого вооружения, может вы будете это чувствовать посильнее Но я имея форму своего шафта М4, к сожалению, не имея никаких резистов Если бы у меня здесь бы еще резисты были, я думаю, что я бы еще себя намного комфортнее чувствовал Но бывают моменты, когда не совсем комфортно Ну и вот тот самый момент, прошло уже 4 минуты с начала данного боя Я начинаю уже потихоньку осторожничать, отступать, потому что отлично понимаю, что довольно неплохое количество киллов у меня уже есть на битвах И принимаю решение немножко начинать откатываться, потому что у меня нет овердрайва Там викинг стоял в упоре с овером и в любой момент я мог просто взять и улететь на лес Поэтому пришлось немножечко откатываться и за счет того, что я начал откатываться Понятное дело, что я потерял свои кровные киллы, которые я мог бы набить в большем количестве с той выгодной позиции Да, пустыня это одна из самых удобных карт, на которых я сегодня покатал Были, конечно, еще пару неплохих карт, но я их успешно заруинил И не получилось набить должного количества киллов Хотя, как я уже сказал, поначалу там были очень хорошие показатели В одной катке было за 3 минуты около 50 В другой было за минуту, если я не ошибаюсь, 25 или 20, что-то около этого Короче, но, как я говорил, что, ну, я такой игрок, что, ну, очень много бывает рискую И этот риск, конечно, неоправданный И если уж смотреть на расстояние, то понятное дело, что если бы я не рисковал бы Я бы мог бы и там бы набить условные там 70-80 киллов без особого напряга Но так уж получилось, что хотел больше, а получилось, как всегда И поэтому пришлось на этот видос еще, в общем и целом, тоже потратить довольно большое количество времени Поэтому, если вам подобного рода видеоролики нравятся и вам интересен данный контент То моя просьба заключается лишь в том, чтобы вы поставили лайк на данный видеоролик Я тем самым своего рода определенный фидбэк и, как бы, поддержку от вас получу 50 секунд остается до конца Катка уже полноценно, можно так сказать, выигранная Я уже понимаю, что я не сделал своего рекорда Хотя катка могла дать этот рекорд И, возможно, я к нему еще вернусь Как я уже сказал, если это вам будет интересно Если не ошибаюсь, там рекорд около 100, сколько у меня там было, 105 или... Ну, что-то около этого, короче, киллов на этом аккаунте Но тогда там и звание, конечно, было поменьше, сейчас уже побольше Но, в сути дела, наверное, не меняет Я думаю, что и на этом звании можно набить 20 секунд остается до конца, 4-0, уверенная победа в катке И я, честно говоря, думал, что особо большое количество кристаллов вообще в таких боях сейчас получить невозможно Но я ошибался, и когда мне здесь с этой катки без премки Если я не ошибаюсь, там около треечки насыплет сейчас Да, сейчас посмотрим, сколько мне насыпло 89 киллов я набил А, двойку, да Мне 2000 накинуло То есть это с премкой на таких званиях, на бригадирах 4000 Это очень много, да И плюс с премкой было бы около 6000 опыта То есть, соответственно, если эту катку катать с премкой И на условном ультравикенде То за этот бой я бы получил бы порядка 12000 опыта за один бой 12000 опыта Это для бригадира Это для бригадира, ну, грубо говоря, там 6-7 боев таких И плюс одно звание, да То есть вы, по сути, можете там Если уж хорошо у вас будет получаться То за полтора часика просто звание поднимать С бригадира до генерал-майора, если не ошибаюсь, да Ну, как-то так Вторую катку, которую я скатал Это вот та самая бойня Где меня запикало против легенд И не только, да То есть легенд здесь особо много не было Но все-таки были легенды, фельдмаршалы, командоры, катерского генуса Диапазон, как я сказал, уже чересчур разбросанный Ну и тут у меня получилось Даже на бойне показать довольно хороший результат Которого могло и не быть на любой практически другой карте, да И когда я, ну, захожу на таком бригадире, да Против легенд Если бы вот я был бы на месте этих легенд Я был бы не в доумении, наверное, и в какой-то злости На то, что чел так пушит на бригадире, да И с такой наглостью играет Но здесь мне давали эту игру Мне давали довольно агрессивно себя проявлять на этой карте Я, честно говоря, думал, что я с этой бойни там выйду Буквально через полторы, может, две минуты с карты Потому что я просто улечу на респ И все И все на этом закончится Ну, я там Прошло полторы минуты Прошло две с половиной минуты Три с половиной Смотрю, что как-то, ну, они не особо себя и показывают Красиво там в атаке Особо не агрессируют, да Хоть я сейчас не занимаю там особо супер агрессивную позицию Но даже с этой позиции комфортно можно давать свои киллы Понятное дело, что это не песочек, конечно Но тоже киллы идут И для таких званий бригадирам набивать порядка 50-60-70 киллов в джиггернауте Я считаю, что это очень много Не имея резистов и не имея должного количества вообще гаража, да То есть у меня там одно вооружение Хотя, по сути, там джиггернауте этого особо сильно не решает Но все-таки факт того, что бригадир, играющий против легенд и званий приближенных к легендам Может показывать такие хорошие кондиции и результаты Меня немножечко поразил Две с половиной минуты уже прошло катки Если честно, я специально даже, мне кажется, не нажимал тап, чтобы себя не избивать Не концентрировать внимание Я просто пытался делать как можно больше киллов Да, там и титаны куполы прожимали Это тоже своего рода минус Ты не можешь давать дополнительные киллы Даже хорошо, да То есть, если мы, конечно, бы там играли бы на каких-нибудь песочницах, там, сандалах То, понятное дело, что там дать 60 киллов Это, ну, ничего такого сверхъестественного Потому что там, грубо говоря, все респы в одном месте И ты быстро можешь свои эти киллы дать И ни в чем себе особо не отказывать Там и подпушил, и стенку какую-то удобную для себя выбрал И где-то подсейвился И за счет этого дал свои киллы, да Ну, здесь на бойне все-таки карта очень открыта И с любой стороны тебе может прилететь урон Может прилететь шафт Может викинг какой-нибудь, увердрайв прожать Или еще что-то в этом духе И, понятное дело, что ты как-то уже осторожничаешь И понимаешь, что такой простой игры у тебя не может быть При том раскладе, что там против играют не капитаны Которые тебя не могут никак, там, не ваншотнуть Там, не слить Здесь все-таки играют челики, у которых уже фулл М4 гаражи Ну, либо приближенные к М4 гаражи И, ну, у тебя нет такой возможности так жестко себя чувствовать Агрессировать И в связи с этим Та самая осторожность Дополнительно тебе и не дает те киллы Ну и плюс это бойня, да Но получилось Дать Хорошее количество Что я даже, честно говоря, сам не ожидал этого И мне, конечно, это Не могло не радовать Когда Ты против хороших званиях На бригадире показываешь Должный результат Он тебе, ну, просто не может Не нравится Ну, а что касаемо Других карт, да Если немножко Обратить внимание Что я сегодня еще катал И где у меня не получилось Не получилось На шоссе На Примерно моих званиях Да, то есть Я там тоже рискнул Запушил У меня чпокнули Потом было шоссе Очень неплохое Ой, не шоссе Шоссе было, да Я уже сказал про шоссе Был трек Трек был На треке попались там Фельды И звания, короче Приближенные к легендам И тоже там Начало было Как я уже сказал Очень неплохое Но Там какой-то жесткий тип Играл Меня там запушил И все Я просто GG удачи И пошел домой Отдыхать Так сказать Там 25 За буквально Минуты там Минуту-полторы дал Но Увы и ах Агрессия моя Не проявила Должного результата И Меня просто Немножечко Переиграли За счет Того Что у меня Там овер был На холдау И типа Он просто Был И все У меня запушил Чпокнул И я Был сильно огорчен Потому что Боев не так много Времени пришлось Потратить много Но В этих всех боях Которые даже были Которые у меня были Неудачны Во всех Я мог Давать По 70-80 килов И что Является Очень неплохим Показателем Я считаю Что На таких званиях Где у вас Есть гаражи И если у вас Там с под пиком Нет никаких проблем Пробуйте Играйте на Джаггернаут Это Отличный режим Для Хорошего фарма Да И плюс Я уверен Что еще Совсем скоро Будет Ультра уикенд На ультра уикенде Я думаю Что Можно Получать В каждой катке По пятерке Смело Если Хорошо постараться То можно И больше пятерки Получать 30 секунд Остается до конца На бойне У меня 61 килл Что является Отличнейшим Показателем На таких званиях К сожалению Я улетаю на респ Тем самым Не сумев Набить Больше 70 киллов Что я думал Что вполне Было бы реально Сделать Ну и здесь Так сказать Еще нормально Назбивал кто-то Но я Дополнительный Кильчик дал Чтобы у меня 1000 очков В табе было Как то так Друзья Как то так Именно Такого Рода Контент Может появляться Когда вы играете 16 на 16 Я считаю Что Такие катки Интересны Мне Интересны Я надеюсь Что и вам И если это так Как я уже сказал Поддержите данный Видеоролик лайком Мне будет Очень приятно Ну и Если вы хотите Чтобы я продолжил Погоню За тем рекордом Который у меня есть На данный период времени На этом аккаунте В режиме Джиггернаут Что Что является Блин Сколько у меня там было Я не помню Честно говоря Может быть 105 у меня было Ну что то короче Чуть больше 100 киллов То есть Если вы хотите Напишите по этому поводу В комментариях Будем пытаться Бить этот рекорд Замечательно Ну и Понятное дело Что все зависит От активности Если активность у нас будет То Лишь по ней Я смогу понять Что данный видос Имеет смысл быть И буду стараться Тратить Время И Пытаться Набить Должное Большое Количество Килов У меня друзья На этом сегодня все Я хотел конечно Еще одну вам катку Показать Но смотрю что Видеоролик идет Более 17 минут А если эту катку Я еще покажу Потом в сумме Получится уже больше 25 А я думаю Что это уже Будет перебором Поэтому на сегодня все Спасибо друзья За просмотр данного Видеоролика Всем удачи И всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok